Всем привет, друзья! Меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новый ролик по игрушке Последний день на земле. Сегодня мы вместе с вами сгоняем один раз в рейд. Я сегодня не пойду к старцу, я не хочу выполнять его задания. Это действительно профитно, потому что, ну, я практически ничего не делаю, трачу 15 бревен, потом просто бегаю по локации, и мы, в общем-то, в итоге получаю достаточно неплохие вещи. Ну, то есть, действительно, я ничего практически не поделал, и в итоге получил такую вот халяву. Это круто, но, блин, на серии это уже выполнять немножко скучновато, в итоге я так и не могу никак собрать этот полный набор на китайский Новый Год. У меня пока что есть только Гуаньдао и вот эти вот смешные ботиночки, причем сразу две пары. Ну и, в общем-то, что выполнять, если мы это не будем? Да, сегодня мы отправляемся в рейд, и еще, помимо того, что отправимся в рейд, у меня для вас есть 10 наборов инженера. Кстати, да, вот мне подарок на этот аккаунт прислали, я тоже вам не говорил. Вот, мы сейчас откроем, потому что я до сих пор на этом аккаунте никак не могу себе выбить вилку, то есть, мне реально не везет с вилкой. У меня на этом аккаунте уже два бензобака, два бензобака, но ни одной вилки. Я не понимаю, почему мне так жестко не везет, так что поехали, давайте будем открывать. Это 10 мало, действительно мало, но я все-таки все равно понадеюсь. Здесь нифига, это было близко. Колесо есть, очень хорошо. Вот эти еще гаечесные ключи мне тоже не помешают, но они тут по стандарту. Но я уже открыл половину вот сейчас, и... Нет, блин, вот вообще вилка не хочет. Почему мне выпало колесо, а не вилка? Мне не нужен трехколесный чоппер, мне нужен чоппер, который будет хотя бы с одной вилкой. Так, и... А, снова не повезло. Ладненько. Кейсики уходят, а вилка так и не хочет выпадать. Но я не надеюсь, я серьезно не надеюсь, потому что 10 это очень мало. Ну и последний кейс, поехали. С морем и нет. Эх, к сожалению, все-таки нет. Я надеялся, но у меня уже этих кейсов больше нет. Видимо, последняя моя надежда остается на вот эти вот мои билеты красные, которые я, в общем-то, насобирал для того, чтобы отправиться потом как-нибудь в бункер и вместе с вами на серию открыть несколько ящиков. То есть, это, конечно, ролик будет записываться, ну, по дням, как бы... Ого, подожди. Да-да-да, по дням. То есть, ну, бункер все-таки обновляется, и лут там тоже обновляется. И как бы у меня все за один раз не получится. Ладно, поехали. База, плеер, 79, 27. Сегодня у нас неоригинальное название, неоригинальное имя. У нашего чувака, который попал под рейд. Ну, надеюсь, то, что у меня с ним все получится. Я топоры, говорю вам, не беру, потому что я на этом аккаунте открывал кейсы в самом начале, которые, ну, дают эти топорики. И, в общем-то, я могу просто потом их быстренько взять из почты и, в общем-то, пробраться к своему чувачку, который попал под рейд. И в этот раз мне тоже придется пробираться. Давайте всю карту мы исследуем. У него ничего там больше нигде не запрятано, а то мало ли я уйду. А у него где-нибудь сбоку какой-нибудь маленький такой, маленькая такая постройка. В общем-то, один на один. И там у нас будет какой-нибудь суперкрутой сундук. Ну, ладно, ничего вроде как нет. Я сейчас быстренько в почте спущусь сам вниз. Возьму один топор. Надеюсь, мне его будет достаточно. И мы с вами проберемся к этому плееру. 79, 29, не помню как точно. Ну что, топор у меня уже есть. Кстати, я заметил то, что здесь каждый день посылки какие-то разные появляются в игре. То есть я много раз уже замечал, то до этого определенное время какая-то другая посылка была по другим номерам. Там у Тецки был другой. То есть сейчас какая-то новая. Постоянно меняются. Это что-то разработчики здесь реально. Забавненько так сделали. Так, я пробиваюсь. Ну, а какую стенку я ломаю? Ага. А, ну и все. Сразу дом открывается. Буквально одна стена, что ли. Ну, здесь понятная тактика его сундуков. У него напротив каждого станка стоит какой-то сундук. И, соответственно, там, наверное, лежат те вещи, которые соответствуют этому станку. Как-то так, я думаю. Ну, значит, в центре, ага, то, что я могу с собой унести. Ладненько, здесь ничего такого суперкрутого. Надо было где ящик, конечно, пробраться, чтобы ко мне зомбари вообще не смогли зайти. А здесь камера, ну, такое себе что-то как-то. Ладненько, идем дальше. Надеюсь, сегодня получится что-нибудь годное найти. А то этот чувак выглядит как-то не особо круто. И, думаю, заберем. А у меня по кепке моя получше будет. Ну, ладно, давай. Ух ты, уже бегут. Уже гады толпой просто такой несутся ко мне уничтожать меня. А странно то, что вот тоже как в бункере здесь эти свои умения не используют толстяки. Это немножко грустненько. Так, ладно, мы их всех убили. Ну, идем дальше. Ну, если судить по этой тактике, то, наверное, действительно как-то так. Ну, я ради интереса потом все равно попробую затестить по-другому. Я возьму, кстати... Ух ты, а вот это вот хороший ящик. Я вот это вот все заберу. Мне оно пригодится. Вы скажете, типа, нафига тебе уголь? Его же так легко сделать. Но, блин, он реально очень жестко пригождается всегда. А здесь ничего интересного. Только если взять каменные блоки для улучшения стен. Ну, в общем-то, там больше ничего. Все, ага, все, самый основной ящик мы у него нашли. Основной ящик мы нашли. И, значит, я отсюда что заберу? Заберу я вот этот вот броник. А что, еще новый? Ух ты, нифига себе толпень какая. Ух ты, ух ты, блин. Я что-то совсем на хпшку не смотрю. Сейчас бы помер здесь и все. С концами бы мои вещи ушли. Ой, нифига себе, они мне поломали. Нормально. Но сейчас мы тогда, что, они мне поломали. Просто наденем из того ящика и все. Нормас. Так. Кипарик. Ну, кипарик не особо. Бронька. О, вот это хорошо. Бронька хорошо. Так. А еще я могу с собой взять что-то из этого. Ну, наверное, клюшку. Ну, реально очень неплохой такой ящик на самом деле. Так. Здесь мы разобрались. Ну, наверное, тут доски. Ну, это просто я теорию проверю. Наверное, все-таки напротив станков у него стоит, да. То, что я и думал, в принципе. А мы, значит, сейчас все это заберем. Оно мне пригодится. Сто процентов. Ну, боксит я себе оставлю. Дальше. Дальше, 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 дальше. Дальше у нас... Ага. Вот, конечно, 20 досок было бы лучше взять, чем 20 уголька. Потому что, ну, по-моему, из одной доски получается 2 угля. Ну, то есть, повыгоднее бы было на самом деле. Ну, ладно, пофигу. Топливо тратить не будем. Заморачиваться тоже. Просто вот таким вот образом сделаем. Еще есть какие-нибудь у него главные сундуки, может быть? Здесь становится опасно. Но это да. Надеюсь, сейчас еще не прибегут, дружбаны. А то мне уже придется оружие, которое я у него взял использовать. Здесь купоны маленькое количество. Сейчас набегут, мне кажется. Сейчас набегут уже. Да-да-да. Вот, как раз-таки они уже начинают бежать сюда. Так, токсичный толстяк. Гад, блин, а. Я здесь пройти. Ох ты, я могу здесь пройти. Ой, они меня зажали по-жуткому просто. А что-то я даже не слышу звук восстановления. Это немножко странно. Ох ты, все, оружие сломалось. Я пошел, мужики. Мне нужно взять... Наверное, мы этот дробовичок истратим. Хоть это будет и супершумно, но ничего не поделаешь. Нужно его тратить в любом случае. Так, поехали. Отлично. Отлично. И тебя мы добьем, наверное, каким-нибудь разрушителем. Не хочу дробовик тратить. А, мне же его и так надо было потратить. Черт. А, я затупил в этом плане. Ладно, мы тогда заюзаем еще бинтов. Окей, что у нас осталось? Ну, наверное, два ящика мы еще спокойно сможем заутать. Вот этот вот я попробую. Что у нас там будет? Сейчас глянем. И следующий. Потому что там тоже что-то интересное, мне кажется, есть. Это мы заюзаем тогда. Так. Ну, давай теперь вот это. Еще бинты я смогу из той... А, подожди. Сначала бинты, наверное, наделаю из этого. Так. Отличненько. Давай сделаем бинты, потому что этот, как его, будет это наиболее выгодно. То есть мне это действительно не помешает. Отлично. Подожди-ка. Ох ты. От крафта у нас получается шум жуткий. Ай-яй-яй. Я понял. Сорян, мужики. Я этого не знал. Блин. Здрасте, приехали. Нифига себе. За крафт вообще нормально так ушло. Я разрушитель свой там оставил, получается. Блин, мне бы его забрать тогда. По-любому надо забрать. Как поступить тогда? Давай мы скушаем вот это. Мне его по-любому надо забирать. Давайте залетим в эту локацию. Попробуем как-нибудь быстренько это сделать. Я хочу забрать разрушитель. Надеюсь, меня этот гребаный громила не убьет. Пока я буду забирать разрушитель. Так-с. Залетаем на локацию. Ох ты. Нифига. Я не могу двигаться. Чё за дичь была? Я вначале не мог двигаться. Ух, блин. Это было очень опасно. Так, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Здесь восстанавливаемся. Требуется топор. Да вы чё, издеваетесь надо мной? Какой топор? Ну давай всё, бежим. Они меня подставляют жёстко. Я нажимаю на ящик, а они какую-то ерунду делают. Так, блин. Это такая подстава. Конечно, ради разрушителя не знаю, стоит ли возвращаться. Но я решил вернуться всё-таки. Думаю, в общем-то, он мне не помешает, так сказать. Давай, ударь по мне. А, блин. Чё ты не ударил-то, гад? Так-с. А, вот разрушитель. Ну и всё. В принципе, до свидания. Я пошёл. Теперь точно можно идти. Блин, капец, как он нога выносит. Такой жёсткий. Полегче, громила. Пожалуйста. Всё, нормально. Выжили. Ну, сейчас с рейдерами поделимся. Не знаю, что им только отдавать. Слитков набрал этих алюминиевых. И также там ещё чего-то боксита вроде. Ну, то есть всё это неплохо на самом деле. Но чувак попался средненький. То есть, ну, примерно такой средний чувачок. Броньку ещё поломал мне этот громил. Но я ради разрушителя решил вернуться. И ещё, конечно, один свободный слот был. Ну да, я чё-то не ожидал то, что при крафте так жутко шум появляется. Либо они на меня уже бежать стали, эти зомбари. Я просто не заметил. И когда... Во время того, когда на тебя уже прибежали зомби, ты чё-то начинаешь там делать. Стену ломать. Крафтить, допустим. Кушать. Ну, кушать я хотя не знаю. Но когда ломаешь стенку и получается крафтишь, то, походу, у тебя всё до максимума вырастает. И просто кирдык наступает. Ладно, давайте сначала поделимся. Я им, может быть, дробовик отдам. Не знаю. Ну, давай посмотрим. Посмотрим, что им надо. Так. В принципе, если я это надену... Так, засунь ту долю. Ага, знаю. Спасибо. Можешь не напоминать. Это мы разделим. Так. Это что, шутка? Ну, нет. Подожди. Это ещё не шутка. Неплохой навар. Спасибо. И ещё я вам, наверное... А вот сколько? По-моему, по три надо проволоки. Так что, нет. Мы это отдавать им не будем. А что ещё им можно скинуть? А если я это надену, это отдам? Похоже на правду. Ну, давай. Всё. Неплохо, думаю, поделились. Всё. Давай. Пока, пацаны. Плюс три энергии. Нормально. Ой. Репутация. Я, кстати, в тот раз тоже сказал энергии. Лоханулся. Ну, вот, в принципе, какой-то такой сегодня рейд у нас получился. Очень быстро на меня громило, конечно. Прибежал я этого. Не ожидал. Не выпала мне вилка, что тоже очень грустно. Потому что, ну, я надеялся. Думал, типа, вот серия, мне повезёт. Но, сами видели, нифига подобного. Я очень не фартовый. Мне снова придётся вызывать на помощь. И чтобы мне выбили снова вилку. Ну, в тот раз был бензобак. Сейчас вилка, в общем-то. Всегда что-то мне нужно выбить. Всегда что-то мне не выпадает. В принципе, это просто дефолт, на самом деле. Так. Ох ты, нифига. У меня тут уже всё запомнилось. Нужно срочно собирать уже чопера начинать. Вот, закину туда все эти вещи, которые мне не нужны. И потом уже будем надеяться на вилку. Ну, в принципе, всё, друзья. Огромное всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Нажимайте на колокольчик. Всем огромное спасибо. Всем удачи. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok